Татьяна Устинова. Пояс Ориона. Она слышала только рев собственной крови, и он казался и грохотом. Так грохочет и ревет надвигающийся скоростной поезд в ночном кошмаре, когда почему-то нельзя шевельнуть ни рукой, ни ногой, чтобы спастись, отползти с рельсов. Но в кошмаре было не так страшно. Была надежда. Вот, еще чуть-чуть, последнее усилие, и удастся пошевелиться, и ужас отступит. Никакой надежды, никакого сна. Все происходит здесь и сейчас, наяву. Она вдруг мимоходом удивилась. Ну да, наяву. И именно с ней. В эту минуту. Она прислушалась, но из-за пульсации стука в ушах ничего не было слышно. Она сглотнула сухую, как папиросная бумага, слюну, помедлила и выглянула из своего укрытия. Ничего не видно. Только плотный серый туман висел над берегом. Наверняка в такой оглушительной тишине рев ее скоростного поезда слышен издалека, и он ее выдаст. Она вновь прижалась спиной к стене старого лодочного сарая. Медлить нельзя. Нужно спасаться. Но как? Как? Впереди река, но ее не переплыть, не одолеть течение и водовороты. Дальше по берегу, кажется, камыши и болота. Не выбраться. Назад никак нельзя. Там... Они. Остается сарай. Очень осторожно, перебирая по влажным шершавым доскам обеими руками, словно слепая, она двинулась вдоль стены. Лишь бы не сломалась под ногами ветка. Не скрипнула предательски старая доска. Щелестая дверь держалась на одной петле и была зачем-то подперта доской, но внизу оставался проем. Она встала на четвереньки и проворно забралась внутрь. Здесь тоже висел туман на полше с реки и было сумрачно. Она села на пятки и огляделась. Две перевернутые лодки, какой-то запущенный верстак, в углу навалены рыболовные сети. Убежище так себе, совсем никудышное. Если начнут стрелять, стены моментально разлетятся в щепки и ни от чего не укроют. Она потрогала лодку, покачала туда-сюда. Очень тяжелая, словно дубовая. Под нее не подлезть. Разве бывают дубовые лодки? У кого-то из поэтов было про дубовый челн. А может, он был не дубовый, а уплый. Она забыла. «Да некуда ей деваться!» Громко сказали совсем рядом, словно говорящий стоял над ней. «Здесь где-то!» «А может, через реку махнула?» «Сейчас!» «Там верная смерть!» «Течение даже мужик не одолеет!» «Так, может, утопло?» «Это бы хорошо, возни меньше!» «Эй, тут халабуда какая-то!» «Взглянуть надо!» «Да точно она в воду кинулась!» «Баба же!» «Мозгов нет!» Девушка в сарае изо всех сил потянула на себя какую-то железяку, и лодка вдруг мягко перевернулась, оставив на земляном полу гору полуистлевших сетей. Девушка нырнула в лодку и мгновенно завалила себя серыми гнилыми веревками. В эту секунду дверь сарая распахнулась, и, нагнувшись, вошел высокий человек с винтовкой в руке. «Ну, чего там?» Прокричали снаружи. «Да вот, смотрю!» Высокий пнул ногой лодку, она закачалась, заскрипела, но устояла. Девушка не издала ни звука. Он подошел ко второй лодке и заглянул под нее. «Куда баба делась?» Пробормотал он. «Хрен поймешь!» «Чего там у тебя?» «Нет ее тут!» «Говорю, вплавь решила!» «Как это теперь проверить?» «Не будем мы проверять, если в кустах засела!» «Все кусты мы излазили!» Высокий человек еще раз оглянулся вокруг, ткнул дулом карабина в старые сети. Дула уперлась в лодочное дно в сантиметре от ее лица. Она зажмурилась. «Хорош! Пойдем отсюда!» Высокий длинно выматерился, ударил ногой покосившуюся дверь и вышел из сарая. Девушка лежала, заваленная сетями, боясь открыть глаза. Тонечко поставила точку. Моргнула, прогоняя из головы серый речной туман, старые лодки и бандитов. На сегодня, пожалуй, хватит. Она сделала все, что могла, и даже немножко больше. «Я люблю тебя, жизнь!» Пропела она фальшиво и потянулась, что само по себе и не ново. «Я люблю тебя, жизнь!» «Я люблю тебя снова и снова!» В гостиничном номере было сумрачно. Горела только настольная лампа, которой может быть час. Сколько она просидела за работой. Впрочем, какая разница? Работа срочная, сценарий, как обычно, был нужен позавчера. Съемочный процесс запустить никак не могут, потому что сценарий не написан. Вот и призвали Тонечку, как лучшего сценариста, чтобы она написала быстро и качественно. Она согласилась. Уж очень хорошие деньги пообещали за быстро и качественно. Так что теперь не имеет значения, сколько часов в день ей придется просиживать за работой. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. И все-таки какой там был чел в стихах? Дубовый или утлый или тот и другой? Ей очень хотелось есть, пить, лечь, закрыть глаза и ни о чем не думать. Так есть и пить. Или лечь и закрыть глаза? Да, она посмотрела в окно, на фонари и старинное здание театра. Этот театр она обожала и, приезжая в Нижний Новгород, всегда старалась попасть на спектакль. Нужно будет Сашу сводить. Он наверняка никогда не был в Нижегородском театре драмы. Тут она вдруг сообразила. «Позвольте», — сказала она с громким удивлением. «А где мой муж?» Муж уехал в гости к старому другу. И это было...» Тонечка посмотрела на время. «Часов шесть назад. Ничего себе!» Она включила телевизор. Позвонила на мужнин телефон, который, ясное дело, только уныло гудел ей в ухо. «Александр Наумович», — сказала она телефону. «Где вы есть-то? Отзовитесь!» Абонент не отвечает, любезно сказал телефон женским голосом и предложил оставить сообщение после звукового сигнала. Тонечка никаких сообщений оставлять не стала. Ее муж никогда не пользовался автоответчиком. «Или спуститься вниз в ресторан?» «В этом отеле превосходный круглосуточный ресторан. Вчера по приезде они на ужинались так, что Тонечка покляла себе, что никогда в жизни больше куска в рот не возьмет. В принципе. Или принять душ и лечь. Если она ляжет, то сразу уснет, а тут, как пить дать явиться, муж объелся груш, разбудит, а потом она уж точно не заснет. Как всегда в это время, — сказали из телевизора магическим голосом, — шоу любит-не любит. И его ведущая — Гелла Понтийская. Представляю вам моих сегодняшних гостей». «Какая ведущая?» — заинтересованно спросила Тонечка у телевизора. «Как ее звать?» «Гелла». Ведущая была норм. Как выражаются Тонечкины продвинутые дети. Длинноногая, волоокая, грудастая, губастая. На Геллу, конечно, не тянет, но зато очень-очень современная красавица. «Как вы узнали, что муж вам изменяет?» — пытала ведущая смирную тетку лет шестидесяти. Тетка волновалась, цветастое платье ходило на ней ходуном. «Так я и не знала. Мне уж соседка сказала, Мария Павловна. Ваш-то говорит про щелыга тихий-тихий, а на седьмой этажа стоит к Светке косе». «И вы решили сделать тест ДНК?» — подсказала Гелла. «Я решила на лысину ему плюнуть. Вот что я решила». Рассердилась тетка. Тонечка захохотала. «Зачем ей тест ДНК?» — спросила она у ведущей в телевизоре. «Чтобы установить ее муж или не ее на седьмой этаж шестид?» Впрочем, тесты ДНК захватили нынче не только центральные каналы, но и региональные тоже. «Господи, кто это смотрит? Ну вот кто?» «Ты же и смотришь», — сказала себе Тонечка и опять захохотала. «В данную минуту». Она решила позвонить в ресторан и заказать еды в номер. Даже трубку сняла. Но тут в коридоре что-то с грохотом упало и как будто посыпалось. Бабахнула в стену. Она подбежала и распахнула дверь. И взвизгнула. Какая-то тушь ворочалась на гостиничном ковре, пытаясь подняться. На голову туши была почему-то надета дикая плетеная шляпа, а вокруг рассыпаны яблоки. «Много». «Что такое?» — выпалила Тонечка. «Вам помочь? Вам плохо?» «Хорошо», — уверила туша и поднялась, опираясь руками о стену. Поднявшись, она оказалась собственным Тонечкиным мужем, Александром Германом, телевизионным продюсером и режиссером. «Я пришел», — сказал Тонечкин муж. «На своих ногах заметь. Я замечаю», — едва выговорила ошламленная Тонечка. «Я тебе яблоки нес, но растерял». «Я нашла», — сказала Тонечка и сняла у него с головы корзину. «Ты проходи, проходи». Он ввалился в номер, дубленка волоклась за ним по полу. «Вот сюда, сюда, давай, ложись». Он плюхнулся на кровать, запутался в дубленке, стянул один башмак, а про второй забыл и полез к Тонечке с поцелуями. «От тебя разит, как от самогонного аппарата». Продюсер всех времен и народов нахмурился, на лице его отобразилась работа-мысль. «Не-е-е-е». В конце концов, обиженно сказал он. «Не было никакого аппарата. Мы самогонку не гнали». Тонечка стащила из него дубленку. Он опять потянулся, чтобы поцеловать. «Иди ты нафиг!» Она оттолкнула его физиономик. «Как ты в лифт зашел? И кто тебя вез?» «Кто ты вез?» — признался Герман. «Я не помню. Яблоки потерял. Вкусные такие яблоки, красные. Кондрат тебе передал, а я потерял. Ты зачем корзину на голову надел, алкоголик?» «Я не надевал». Тонечка отбежала к чемодану, раскопала аптечку, которую всегда брала в поездке. Немного там у чемодана похохотала сама с собой, бросила в стакан четыре таблетки растворимого аспирина и залила их водой. Когда она вернулась к мужу, тот крепко спал, подложив под щеку башмак. Тонечка забрала башмак, заставила страдальца сесть и выпить аспириновую воду. Страдалец хныкал, мотал головой, пить отказывался. «Нужно сейчас», — уговаривала Тонечка, «иначе утром совсем плохо будет». «Будет хорошо», — не соглашался ее муж, но в конце концов все допил. Тонечка прикрыла его пледом, побежала в коридор и собрала в корзину рассыпанные яблоки. Они на самом деле были очень красивые, крепкие, зимние. Когда она вернулась, муж, не разлепляя век, спросил строго, «Зачем ты ее позвала?» «Кого?» — не поняла Тонечка. «Эту гелую из телека». Тонечка оглянулась на экран. Там вовсю продолжала и шоу любит-не любит. «Гони ее отсюда», — продолжал муж. «Она Ермолая всю жизнь испортила». «Кто?» «Гелая из телека, она его жена». «У тебя белая горячка», — констатировала Тонечка. «В начальной стадии». «Что ты?» — сказал муж. «Нет у меня горячки». «После чего захрапел так, что занавеска на окне, выходящем на драматический театр, пошла мелкой волной. И унять этот храп до самого утра не было никакой возможности. Утро началось, как и полагается утро после грандиозной мужской попойки. Муж стонал, что больше никогда не будет пить. Жена отсчитывала его за содеянное и параллельно лечила. Фраза. «Сколько раз я тебе говорила?» «Была повторена неоднократно». «Хорошо еще. Я тебя вчера заставила аспирин принять», — говорила Тонечка, выжимая принесенный из ресторана лимон в стакан воды со льдом. «Господи! Что за удовольствие так налакиваться?» «Да я же не специально», — морщисть отвечал Герман. «Мы под разговоры и под закуску хорошую. Он же повар». «Я знаю, что он знатный повар. Ты мне все уши про это прожужжал». Тонечка подала мужу воды. Он жадно припал к стакану. «Только я не понимаю, как это связано. Повар обязательно должен надираться до поросячьего визга. Я вообще не понимаю, как ты до номера дошел, как тебя в отделение не забрали или не ограбили по дороге, честное слово». «Тоня, я не специально». Герман выпил всю воду и теперь налитым кровью глазом косил на стол. Там был стратегический запас воды. Но о том, чтобы встать, подойти и налить, не могло быть и речи. Тонечка, сообразив, налила ему еще и поставила в изголовье кровати целую бутылку. «У меня первый муж был алкоголик», — напомнила она тихо. «Он допился до психиатрической больницы». Герман посмотрел на нее. В ушах у него шумело, в горле стояла гадость, голова была тяжелая, словно пылала. И тем не менее он рассердился. «Не нужно никаких сравнений», — ответил он грозно. «Еще не хватает. Я не алкоголик и не первый муж. Я твой единственный муж и точка». Тонечка наклонилась и с сочувствием поцеловала его в небритую щеку. «Бедный ты мой, пьянчушка. У меня голова вот с этой стороны болит, как будто я ударился». «Ты ударился», — сообщила жена. Тупал в коридоре, стукнулся о стену, рассыпал яблоки и надел на голову корзину. Он посмотрел на нее. «Что, серьезно? Или ты шутишь?» «Ничего я не шучу». «Вот дела», — протянул Александр Герман задумчиво. «Вообще не помню». «А еще ты мне велел прогнать Гелу из телевизора, потому что она жена Ермолая». «Здесь была Гела». «Саш, хорош дурить», — сказала Тонечка с сердцем. «В телевизоре была ведущая. Гела понтийская какая-то. Ты в бреду решила, что она здесь, и велела ее прогнать». «Да я вчера на нее полвечера убил». Герман сел, осторожно придерживая голову. Она приехала, такие давала гастроли прямо образцово-показательные. И что он ей жизнь испортил, и что она несчастна, и что она в соцсетях всем расскажет, как он ее избивает. «Саш, а, ты сейчас о чем говоришь?» «Я тебе рассказываю про Кондрата Ермолаева, моего старого друга, с которым мы вчера вместе пили. Он первоклассный повар», — перебила Тонечка. «Я знаю. На кого-то убил полвечера, и кто давал гастроли?» «Ведущая-то Гела. Она его жена». Тонечка зачем-то оглянулась на телевизор, словно Гела, жена повара могла внезапно выскочить оттуда. Телевизор не работал. «Она приехала в самый разгар», — продолжал ее муж. «И сразу стала беситься и кидаться на Ермолая. Он...» «Он же вроде Кондрат». «Кондрат Ермолаев, он смирный мужик, но вчера тоже чего-то разошелся». «В смысле?» «Ну, они почти подрались», — выговорил Герман неохотно. «Как в сериале, который ты пишешь». «Саш, я не пишу плохих сериалов». «Значит, как в хорошем сериале подрались. Почти. Но не подрались. Чтоб Кондрат женщину ударил, но послать послал». И она уехала. Тонечка налила ему еще воды и подсыпала льда из ведерка. «Ну, муж и жена одна, сатана», — сказала она задумчиво. «Всякое бывает». «Я, видишь ли, к семейным сценам непривычный». Он вдруг улыбнулся. «Ты же мне не закатываешь». «А она прям закатывала». Герман кивнул. Он шумно хлебал воду из стакана. «А когда она уехала, муж всерьез за дело взялись. Я вообще не помню, на чем ехал, кто меня вез. Как я в лифт зашел, яблоки помню. Кондрат за ними в погреб лазал. «А как ты корзину на голову надел, помнишь?» Не удержалась Тонечка. «Ты выдумала эту корзину, чтоб уж окончательно добить». Тонечка засмеялась. «Саш, даже я такого не выдумаю». Но это была картина. «Все, проехали». Тонечка промолчала. «А вот и не проехали, Сашечка милый. Я теперь эту корзину тебе всю оставшуюся жизнь буду поминать. И ты об этом прекрасно знаешь. Стыдно тебе. Вот и хорошо. Вот и постыдись в сласть от души. Зазвонил телефон, и супруги стали синхронно озираться по сторонам. «В дубленке», — определил Герман. «В кармане». Тонечка вытащила телефон и подала ему. На экранчике светилась надпись «Ермолай». «Легок на помине. Он первоклассный повар, нам это известно. Должно быть, опохмелиться нечем. И ухаживать некому. Гелла-то была послана. И уехала, куда послали. Как и приготов. Так. Как и крепится, только вы. Не уехали милый. И уехала. «В'll .» В начале тихо. Доoon б prototypes certain, uh.